всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание сегодня я предлагаю вам связать вот такой вот женский берет спицами на осень ну или на весну он вяжется очень просто спицами значит номер 4 и начинаем вязать спицами номер 4 по кругу без всяких швов и потом переходим на спице номер 5 как вы можете заметить он связан изнаночной гладью и такие вот дорожки из вытянутых лицевых петель в мастер-классе я вижу с вами каждый ряд практически для вязания этого берета вам понадобится два матка drops непал или похоже по толщине пряжи толщина этой пряжи в 50 граммах 75 метров но либо в 100 граммах до 150 метров у меня этот цвет 3608 это стопроцентная шерсть этот берет подойдет на обхват головы 55-56 сантиметров и как как он сидит на голове вы уже могли видеть в начале видео на фотографиях надеюсь что у вас все получится и мастер-класс окажется понятным но если какие то есть вопросы то обязательно задавайте и спрашивайте и так приступим к вязанию и так приступим к вязанию значит на спице номер 4 я набрала семьдесят две петли и замкнула вязание в круг не забыв поставить маркер начало ряда и дальше первый ряд вязание я провязала таким образом 3 изнаночные 1 лицевая 3 изнаночные 1 лицевая и так до конца ряда теперь второй ряд как мы будем вязать второй ряд 3 изнаночные и лицевую которая в прошлом ряду вот мы и провязывали лицевой во втором ряду и во всех четных рядах до конца нашего берета мы будем ее снимать не провязывая рабочая нить за работой то есть запомнить до в нечетных рядах мы ее провязываем лицевой и во всех четных рядах 2 4 6 так далее мы снимаем ее не провязывая дальше опять 3 изнаночные и опять лицевую снимаем не провязывая рабочая нить за работой и так мы вяжем до конца наш второй ряд и таким вот образом повторяя повторяя первый и второй ряд мы вяжем пока не свяжем всего 10 рядов и так мы провязали 10 рядов на счетчике у нас 11 ряд и мы переходим на спицы номер пять и в одиннадцатом ряду мы начинаем делать прибавки как мы в этом ряду будем делать прибавки значит три изнаночные и из протяжки мы поднимаем петлю на левую спицу одеваем ее и провязываем также изнаночные так как 11 ряд это ряд нечетный здесь мы лицевую провязываем и дальше 3 изнаночные и опять перед лицевой мы прибавляем петлю из протяжки вот так одеваем на левую спицу и сразу же провязываем изнаночные то есть грубо говоря мы из 3 изнаночных делаем 4 изнаночные лицевую провязываем и снова 3 изнаночные и прибавка из протяжки и так мы вяжем 11 ряд до кон и так довязали мы ряд 11 ряд с прибавками и теперь 12 13 14 ряд мы вяжем просто по рисунку не забываю до вывязывать нашу вытянутую петлю сейчас у нас на спицах с вами 90 петель и встречаемся с вами в начале 15 ряд и так закончили 14 ряд на счетчике 15 ряд и здесь мы делаем снова прибавки начинаем ряд сразу с прибавки то есть все точно так же одеваем протяжку на левую спицу и сразу же провязываем ее изнаночной дальше 4 изнаночные лицевая так как это ряд нечетный 15 здесь мы лицевую петлю провязываем и то есть предыдущие прибавки мы делали перед лицевой петлей в этом ряду мы делаем прибавки сразу после лицевой петли прибавки прибавки как вы понимаете я делаю из протяжки все так же сразу провязываю изнаночной и теперь у нас будет вместо 4 изнаночных 5 лицевая и сразу за лицевой протяжка которую провязываем и таким образом мы вяжем до конца ряда и в конце 15 ряда у нас должно с вами на спицах быть 108 петель то есть на 18 петель больше и так 15 ряд у нас готов сейчас 108 петель на спице и теперь 16 17 18 мы ряжем вяжем по рисунку не забывая да про нашу вытянутую петлю итак у нас начала 19 ряда и это наш последний ряд с прибавками но здесь мы будем делать в два раза больше прибавок чем в предыдущие разы и так раньше мы прибавляли с какой-то одной стороны от вытянутой лицевой да а в этом ряду мы будем прибавлять и до лицевой и после лицевой и еще я вам хотела не знаю почему раньше не показала если не кому-то неудобно прибавлять из протяжки вы можете прибавлять вот таким вот образом изнаночную вот за заднюю стенку провязываем изнаночной не снимая с левой петли спицу провязываем еще раз вы уже другую стенку опять изнаночный вот будет прибавка это конечно надо было показать раньше но я только что вспомнила и так вот 19 ряд значит прибавка дальше мы вяжем изнаночные до лицевой петли вот перед лицевой мы делаем прибавку как вам удобно ряд у нас нечетный значит лицевую провязываем и после лицевой тут я сделаю вот такую прибавку мы делаем опять прибавку то есть в этом ряду мы прибавим не 18 а сразу 36 петель и опять вяжем лицевые ой изнаночные занятие изнаночные вот дошли до лицевой делаем прибавку лицевая и опять прибавка итак мы вяжем до конца наш 19 ряд и в конце у нас будет 144 петли на спицах и так 19 ряд провязан прибавки все сделаны и теперь теперь самая легкая часть в берете это мы вяжем 20 рядов просто по рисунку но следя за нашим узором да я вот уже поставила себе пометку откуда я буду отсчитывать 20 рядов просто вяжем прямо по рисунку то есть мы с вами встречаемся в начале 40 варе итак у нас с вами 40 ряд и здесь мы начинаем делать убавки так как делаем убавки значит вяжем 5 изнаночных и вот последние 2 изнаночные перед лицевой дорожкой мы провязываем вместе так как сороковой ряд это четный ряд то здесь мы снимаем лицевую петлю не провязывая рабочая нить за работой и опять повторяем 5 изнаночных и 2 изнаночные провязываем вместе изнаночной и лицевую петлю снимаю и так мы вяжем до конца сороковой ряд 41 42 ряды мы вяжем без убавок по рисунку но следим за нашими лицевыми дорожками и так начинаем сорок третий ряд здесь мы опять делаем убавку как мы делаем убавку теперь мы вяжем 1 4 изнаночные и 2 изнаночные вместе изнаночной петель перевернула сначала и так у у нас сорок третий ряд нечетный значит здесь мы лицевую петлю просто провязываем и опять 4 изнаночные и 2 изнаночные вместе изнаночной лицевая и так мы вяжем сорок третий ряд до конца и дальше 44 45 вяжем по рисунку начала сорок шестого ряда и очередная убавка теперь мы вяжем 3 изнаночные изнаночные и 2 изнаночные вместе изнаночные 46 ряд четный значит мы лицевую петлю просто снимаем и снова 3 изнаночные и 2 вместе изнаночные и так до конца ряда вяжем сорок шестой ряд сорок седьмой сорок восьмой вяжем по рисунку и так на счетчике 49 ряд и здесь у нас снова убавка сейчас мы будем убавки делать более часто так как надо уже ускориться и так 2 изнаночные провязываем и следующие 2 изнаночные вместе изнаночные так уж у нас сорок девятый ряд значит лицевую провязываем лицевой опять 2 изнаночные и 2 вместе изнаночные и так до конца сорок девятого ряда и 50 ряд мы вяжем без убавок по рисунку 51 ряд мы продолжаем делать наши убавки здесь у нас уже осталось всего 3 изнаночные то есть 1 изнаночную мы провязываем 2 изнаночные вместе изнаночные и лицевая и так далее 1 изнаночная 2 изнаночные вместе и лицевая и так мы вяжем до конца 51 ряд 52 ряд мы вяжем по рису и так ряд 53 и здесь мы опять убавляем у нас осталось по 2 изнаночные петли между лицевыми и и вот эти 2 изнаночные петли мы будем провязывать 2 вместе лицевая и 2 вместе изнаночной лицевая и уже так не очень удобно вязать потому что петель стало мало резко и леску неудобно передвигать и опять лицевая и так вяжем до конца 53 ряд 54 ряд вяжем порис и так у нас 55 ряд и это последний ряд здесь мы убавляем так 2 вместе лицевой с наклоном вправо подтягиваем чтобы не образовывалось никаких дырочек и опять ты вместе лицевой с наклоном вправо и так мы провязываем до конца все петельки дальше мы обрезаем нить берем иглу также можно взять крючок и продеваем рабочую нить через оставшиеся петли и затягиваем макушку затем надо вывести нить на изнанку дам ее хорошенько закрепить затягиваем макушку хорошо чтобы до после стирки она у нас не распустилась потому что но по крайней мере в моем берете точно не будет никаких помпонов ничего такого хорошо хорошо затягиваем выводим нить наизнанку там мы ее закрепим спрячем кончики и потом мы берет должны постирать постирать мы его должны постираем и разложим вот так вот как берет то есть не как шапку вот так вот надо его разложить и сушить как беретик у моей бабушки даже но у нее советские береты покупные там внутри такая картонка круглая специально чтобы береты не теряли свою форму но и все дальше носим с удовольствием надеюсь что у вас все получилось и все было понятно если что задавайте свои вопросы ну и до новых встреч в моих следующих мастер-классах всем пока пока